В России стартовала очередная призывная кампания. В ряды вооруженных сил страны отправятся служить молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В Заполярье военкоматы приступили к отбору новобранцев. На этой неделе, например, медицинскую комиссию проходят апатитские призывники. На следующий к ним присоединятся кировчане. Юлия Астахова познакомилась с будущими солдатами-срочниками и узнала, что может стать препятствием для службы в армии. В день медосмотра проходят не более двух десятков юношей. Такое скромное количество объясняется ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Прямо на входе новобранцам выдают маски и перчатки. Измеряют температуру. У каждого в руках папка. Это личное дело, в котором вся информация о призывнике. В первую очередь о состоянии здоровья. Начинается обход врачей. От окулиста до хирурга и дерматолога. В ожидании ребята делятся, куда хотели бы пойти служить. Хотелось бы служить в танковых войсках. Как-никак. Люблю технику. Скорее всего, морфлот. Я бы с удовольствием поплавал, попраздил на корабле. Но пока ни на море, ни на суше послужить в стране Кириллу не удастся. Медкомиссию он проходит на костылях. У Кирилла отсрочка и время на восстановление. Окончательное заключение по каждому новобранцу дает областная военно-врачебная комиссия. Специалисты говорят, набрать осенний призыв сложнее, нежели весенний. И связано это не только с хроническими или острыми заболеваниями. Ресурсов не так много. Это в первую очередь люди, которые после школы не поступили в учебные заведения. Кто-то прошел дополнительное обследование, закончил. Люди, которые приехали к нам из других регионов. Ну и те молодые люди, кого мы нашли своими силами, своих работников, а также совместно с органами внутренних дел, это те, которые уклонисты. Призыв завершится 31 декабря. К этой дате будут сформированы полные списки срочников и начнется их отправка в воинские части. Примерно 80% северян будут проходить службу на Кольском полуострове. Ждут наших ребят также в Ленинградской области и Республике Коми.